добрый вечер коллеги сегодня я хочу дополнить свое свой видеорепортаж посвященный устройству dbx128 который я указывал youtube пару недель назад небольшим репортажем о том как это устройство работает в качестве расширителя динамического диапазона и так значит это устройство уже подключено в цепь между источником звука это у нас 9 проигрыватель и усилителем значит сначала я показываю соединение кабелями с другими компонентами аудиосистемы посмотрим на заднюю панель вот она так ну вот в этом устройстве как вы видите четыре пары входов выходов а именно две пары входов и две пары выходов сейчас я то есть вот 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 это две пары 1 пара 2 пара это входы вот эти две пары это выходы ну один из один из способов подключения я думаю что инструкция в это к этому устройству такая обширная что там могут быть разные варианты то есть другой альтернативный вариант подключения ну вот вот такое подключение тоже имеет место так вот именно сейчас подключена вот вот эти штекеры от идут от источника звука и включены во вход этого устройства dbx128 значит вот по ним поступает музыкальный сигнал пройдя это устройство и и видоизменившись этот виде аудиосигнал выходит на выходы вот по вот этим значит вот эти штекера вот эти два которые соединяют но вас через кабель вот этот соединят его с усилителем так то это вот соединение такое теперь вернемся опять передней панели и посмотрим здесь значит для того чтобы использовать это устройство как и говорил как расширить дневницкого диапазона нужно включить определенный набор клавиш а их здесь достаточно много поэтому значит руководству из инструкции нужно нажать начиная слева направо вот эту клавишу это сеть это тресхолд то есть порог это нажимается она нажимается вот этот вот эта клавиша пост нажимается вот это это вот эта клавиша байпас и называемая нажимается клавиша тейп то есть нажата 5 клавиш теперь значит при подборе оптимального звучания на свой вкус музыкального сигнала нужно будет пользоваться вот этой вот этим вот регулятором вот и ориентироваться по той по шкале нанесенной по периметру вот сейчас вот вот на этой на этой ручке есть вот метка черненькая вот вот это нейтральное положение она сейчас находится на противе единички это значит что сейчас вот звуковой сигнал изначально будет проходить без изменений и подаваться на усилитель так как он есть то есть если бы его пропустить напрямую на усилитель то он бы ничем не отличался вот и вот для расширения динамического диапазона мы видим вот это вот надпись вот эти буквы expansion expand то есть вот это расширитель динамического диапазона в эту сторону работает значит и значение здесь идут от единицы ну через там две десятых до двойки вот это означает что если единица это сигнал вообще не подвергается обработки то есть один к одному то двойка это означает что музыкальный сигнал расширяется в два раза то есть динамический диапазон а именно это разница в децибелах может быть выражена в децибелах между самыми тихими и самыми громкими звуками содержащимся в одной фонограмме вот как пишут разработчики в инструкции рекомендуемые положения вот которые не искажают сигнал это между 1 и 2 1 и 4 одно зависимости все таки от типа музыки которые вы слушаете и может отличаться в инструкции там подробнее написано для классической музыки там одни где это предлагается положение для поп музыки другие вот так и также в регулировании сигнала будет участвовать вот эта ручка она ручка громкости которая находит вот то пороговое значение какое-то среднее так понимаю между самыми громкими самыми тихими звуками и при вот правильном положении этой ручки вот именно она задает это правильное положение то есть когда музыкальный сигнал будет делиться то есть что скажем те которые будут громче те будут расширить усиливаться звуки те которые тише будут наоборот подавляться звуки то есть делаться ниже уровнем и для наглядности этого процесса чтобы пользователь не только как бы на слух понимал что что-то происходит сигналом и этого естественно это и прежде всего он это будет воспринимать но также мог ориентироваться по индикации вот о том что значит процесс обработки идет и при правильном настройке вот именно вот этой вот рукоятки вот эти светодиоды вот этот желтый или как в инструкции написано янтарный эмбер вот и этот красный должны загораться попеременно в зависимости от как бы затихания или всплеска в музыке то есть на тихих пассажах ну допустим если композиция начинается с тихих мест то должны должен гореть вот этот индикатор вот она всплесках музыкальный должен гореть красный индикатор но теперь попробуем на реальном сигнале как это будет выглядеть так да ну и положение сейчас это и вот это значит но я заранее выставил вот эту рукоятку я уже ее подобрал но я сейчас буду ей тоже манипулирует чтобы это было наглядно и и значит роль в этом процессе а вот это это рукоятка находится в нейтральном положении то есть изначально сигнал будет входить без изменений потом я буду его увеличивать и ну надеюсь что на слух или на видеозаписи это станет заметно и так видеосигнал а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok